МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире Парасад, программа Североказахстанского государственного университета имени Монаша Козыбаева. Сегодня последний эфир в 2018 году, и поэтому мы, Айгирим Кусаинова и Богдан Петров, проведем его в новогодних образах. Уже совсем скоро наступит Новый год. В нашем вузе мы встречаем его с хорошим настроением и светлыми надеждами. За этот год у нас было много побед и свершений. Сегодня Североказахстанский государственный университет имени Монаша Козыбаева входит в число лучших многопрофильных вузов страны, где студенты получают качественные знания, а выпускники прославляют имя родной Альма-Матер не только в стране, но и далеко за ее пределами. Ректор СКГУ Серик Умербаев рассказал о важных веках жизни университета, а также поздравил студентов и коллектив с праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова с уверенностью можем сказать, что 2018 год стал для нас еще одной новой страницей незабываемого успеха. В уходящем году мы вместе со всей страной с гордостью отметили 20-летие Астаны, 355-летнюю годовщину Кожабергена-Жарал, 125-летний юбилей Макжана-Жумабаева и другие значимые даты. В наступающий 2019 год глава государства объявил годом молодежи, а это значит, что впереди нас ждут новые проекты и идеи. Для этого у нас есть огромное желание и потенциал. Уходящий 2018 год был успешным для нашего университета. Контингент в этом учебном году увеличился и составил более 7 тысяч обучающихся. Возросло количество иностранных студентов до 197 человек, в том числе 117 студентов из Солнечной Индии. Для них созданы все условия для обучения и комфортного проживания. Первокурсники уже адаптировались и влились в наши дружные ряды. Также у нас обучаются ребята еще из 9 стран мира. В этом году открыты 24 новых специальностей, открыты два новых факультета – это Агротехнологический факультет и Высшая школа медицины. По итогам республиканского конкурса два преподавателя стали обладателями гранта лучшие преподаватели вуза – это Шай Ахметова и Шмигирилова. Для проведения занятий и мастер-классов в СКГУ прибыло 6 иностранных преподавателей из Польши, США, Египта, Китая, а также два топ-менеджера из Иордании и Литвы. Совместно с Северо-Западным университетом лесного и сельского хозяйства Китайской Народной Республики на базе СКГУ мы открыли современный агротехнопарк, где совместно с китайскими коллегами наши ученые ведут научные исследования. Наш университет вошел в топ-250 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии. В этом году мы также вступили в Лигу академической честности Казахстана. В официальном рейтинге образовательных программ, проведенном в 2018 году Национальной палатой предпринимателей Атамикен совместно с Министерством образования науки Республики Казахстан, наш университет по 10 программам занял первое место, по 4 программам второе место и по 5 программам третье место. Это большой успех всего коллектива преподавателей и студентов. Впервые в СКГУ на базе созданного диссертационного совета состоялась защита трех докторских диссертаций. Наш университет гордится и своими спортивными достижениями. Наши атлеты заняли призовые места и стали победителями в чемпионатах Азии по муай-тай, а также керлингу и многоборью, в международных турнирах по баскетболу, гиревому спорту, а также на республиканских спортивных соревнованиях по президентскому многоборью. Семь студентов заняли призовые места в республиканском конкурсе студенческих научных работ. В 2018 году наши студенты побывали даже в экологической экспедиции в Арктике. Три студента стали обладателями стипендий фонда первого президента республики Казахстан. Совет молодых ученых СКГУ имени Кузыбаева по итогам конкурса, объявленного фондом первого президента республики Казахстан, признан лучшим в стране и получил грант на 600 тысяч тенгеев. По итогам республиканского конкурса «Панорама педагогических идей», проведенного Министерством образования и науки Республики Казахстан, преподаватели нашего университета заняли все три призовые места в номинации профессорско-преподавательский состав в ВУЗах. Это преподаватели кафедр биологии Жадан и Ткулова и химии и химических технологий Дюрягина и Островной. Не останавливаясь на достигнутом, мы ставим перед собой новые планы. Заботясь о своих студентах, мы проводим работу по строительству общежития на 1200 мест и нового учебно-лабораторного корпуса. Жана 2019 жыл күтті болсын. Бұл жыл отбасларыңызға бақыт, шаттық, куаныш, күтбереке келсін. Шығырмашылық табыстарға жетеберіңіздер. Жана 2019 жыл біліммен ғылымды егеру жолындағы жоспарларыңызға скиасып тлептеріңіз орындалсын. Да, в конце года принято подводить итоги. На этой неделе в УЗе о них говорили и на торжественном собрании коллектива университета. Кто же стал лучшим студентом и преподавателем года? Лучшей кафедрой и руководителем? Ответы найдем в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Он поздравил коллектив с наступающим праздником и подвел итоги года. 24 новой специальности, два факультета. Это агрокетический факультет и высшую школу медицины. В этом году два наших преподавателя стали лучшими преподавателями года. Переворачивая очередной лист календаря, университет имеет большие достижения. Сегодня мы с гордостью можем называть себя одним из лучших многопрофильных вузов Казахстана, выпускники которого востребованы на рынке труда. Подтверждение этому высокие награды СКБУ. Но всего этого не было бы без стараний коллектива. Отличившимся вручили награды по нескольким номинациям. Эффективный руководитель, ученый, открытие и лидер года. В последней победу одержала декан агротехнологического факультета Алтынша Ахметова. Несмотря на то, что нам еще всего полгода, у нас есть уже весомые достижения. Во-первых, хотелось бы отметить, что четыре образовательные программы, которые реализуются на факультете, заняли первое место в палате НПП Атамикен. Это очень большое достижение командной работы руководства нашего университета и, конечно, профессорского преподавательского состава, ну и в частности всех наших выпускников, которых анкетировали, которые трудоустроены, показывают нашим работодателям серьезные профессиональные знания. Также почетные грамоты ректора получили лидеры студ самоуправления и лучшие студенты факультетов. После торжественной части зрители вновь окунулись в атмосферу сказки. Шахеризада и Султан вместе с залом пригласили главных героев – Деда Мороза и Снегурочку. Они в необычной форме поздравили всех с Новым Годом, пели и танцевали. Новый год! Волшебным днем чудеса приходят в дом. Вас сердечно поздравляем и от всей души желаем. Пусть у каждого счастливым будет этот Новый год! Театрализованные сценки сменялись музыкальными номерами артистов и творческих коллективов города и области. Звучит музыкальными номерами артистов и творческих коллективов города и области. Вот так коллектив СКГУ встречал наступающий 2019 год. Вечер получился ярким и насыщенным. Зрители подарили артистам шквал аплодисментов, ведь праздник действительно удался на славу. По традиции в завершении вечера памятная фотосессия и слова поздравлений. Мы присоединяемся к пожеланиям и хотим сказать только одно – пусть ярких моментов в нашей жизни будет больше. Уважаемые коллеги, дорогие студенты, поздравляю от всей души вас с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царит мир и доброта. Всех с Новым годом! Хотелось бы поздравить всех с Новым годом и пожелать, чтобы каждый день был наполнен волшебством. Чтобы вместе с праздником в дверь постучалось мир, покой, любовь и достаток. Пусть каждый день будет полон сюрпризов. Благополучия, здоровья, любви, счастья, успехов, процветания, радости. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Красивые платья, музыка, танцы и атмосфера праздника. Айгирин, угадай, о чем это я? Даже не знаю. Может, о фильме? Да нет же, о самом настоящем новогоднем студенческом балу, организованном для студактива в университетском интернет-кафе. В нашем университете состоялся предновогодний бал, участниками которого стали представители студ-ректората, Комитета по делам молодежи и профсоюза студентов. Это традиционное мероприятие, которое проводится уже как третий год. Предновогодний бал студенческого самоуправления. Все наши активисты, всех трех организаций, собираются все вместе и, скажем так, празднуют Новый год, предновогодние мероприятия вместе. Ребята собрались в интернет-кафе, чтобы подвести итоги года и отметить лучших активистов организации. Всего в этот день были награждены более 20 студентов. Гражданин Гимия числа за эффективную проделанную работу и высокую вклад в развитие организации студенческих дар. Сегодняшний вечер прошел очень хорошо. Нам всем очень понравилось, у всех множество эмоций, у всех они переполняют. Было очень замечательно. Сначала прошел концерт, там Дед Мороз, Снегурочка, как положено. Потом у нас был мини-банкет такой для себя, дискотека. В общем, отдохнули, закончили сессию благоприятно. Всех поздравляю с наступающим 2019-м Новым годом. Желаю благополучия, успехов в Новом году, чтобы всегда сопутствовала удача. Бал показал всем, что в самоуправлении каждый найдет себе занятие по душе, поэтому организаторы призывают наших студентов не оставаться в стороне и вступать в ряды активистов. Я, как настоящий Дед Мороз, хочу подарить вам подарок. Калейдоскоп лучших музыкальных номеров уходящего года от талантливых студентов и творческих коллективов нашего вуза. Калейдоскоп лучших музыкальных номеров уходящего года Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Год «Свиньи» является последним восточном гороскопе, а это значит, что в 2019-м необходимо закончить все ранее начатые дела. В этом году не следует давать старт долгосрочным проектам, а лучше посвятить время уже достигнутым высотам. На этом наш выпуск подошел к концу. Через неделю мы увидимся с вами уже в новом 2019 году. Смотрите нас на сайте www.nkzu.kz, а также читайте новости университета в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте. Еще раз с Новым годом! До встречи, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok